Всем привет, друзья мои! Вот мы с дочей... Доча пришла с работы, и мы здесь пришли к моей знакомой, к подружке. И пока она там возится, она не хочет на камеру показываться. И этот... Хочу познакомить вас с моей дочкой. Вы очень многие спрашивали, где она, что она. Она вот, она моя красавица, моя девочка. Как вы похожи друг на друга, скажите мне или нет? Как твоя жизнь вообще? Рассказывай, доченька. Нормально. Ты за мамой скучаешь? Очень. Знаете что, она не хочет показываться. Потом вы все узнаете, имейте терпение. Я вам все расскажу. Просто не сейчас, пока она не хочет все. И я не хочу тоже, чтобы вы много чего знали, чтобы не было лишних комментариев негативных. Ну все, будем заканчивать. Мы пошли, значит, с ней по делам. До свидания. Всего вам хорошего. Всем привет, друзья мои! Снова я! В юстиции. В юстицию пришла. Пришла делать с детям документы и срочно получилось. По очень дорогой цене. Другого выхода не было, потому что я не успеваю делать свои дела. Сегодня уже будут готовы. Были у подружки, дочка осталась спать. Вообще, конечно, трудно ночами работать. Вы так много спрашиваете, интересуетесь. Я не хочу даже отвечать на ваши комментарии. Я вам показываю жизнь мою и моего мужа. А больше я вам ничего не буду рассказывать. Потому что много негатива пишут, много нехороших комментариев пишут. Поэтому, мои дорогие, когда придет время, вы сами, внуки, все узнаете. Но сейчас я о дочери, о ее семье ничего не буду рассказывать. Есть только я, НДР, мои дети. И мои внуки, то есть. Вот так начался очередной мой день. Погода сегодня шикарная. Сегодня хочу. Дети мои дома, внуки. Поэтому я хочу с ними пойти на море. Не знаю, как это получится. Стреляю. Я вчера только на них кричала, что у меня голос в очередной сел. Я была никакая вообще. Сложно, конечно. Но привыкаю. Уже намного лучше. Я, значит, вчера купила карту, купилайн. Она мне обошлась в 12 ларе. 4 лара номер и 8 лар пакет. 2 гигабайта. Потому что мне нужен интернет. Я вчера целый день была не дома, а люди звонили. Работать надо. Бизнес двигается. Я не могу остановить. Поэтому, друзья мои, мне обязательно нужно было купить карту. Вот такие вот цены. И уже у меня столько знакомых хотят меня повидать. С детьми-то не находишься, скажите, пожалуйста. Вот сейчас пока с утра, с утра в 10 часов, в 11, в 11. Я хочу пойти к Майкуме, мне к нам не дело. А потом надо как-то распределить встречу с Кетой. Помните, Кетой была у меня в гостях? Вот моя с ней. Сегодня должна вечером встретиться, по-моему. В каком часу не знаю, но если не сегодня, то завтра. Мы с ней встретимся, пообщаемся. Наверное, с каждым по одному вечером у меня получается. Очень много знакомых всех хотят со мной увидеться. Еще несколько встреч по бизнесу. Так, я перехожу дорогу и все. Я пришла сегодня. Пришла гость к Ирмочке. Посмотрите, какая прелесть здесь живет. Луфи, иди сюда ко мне. Муфи, перу, муфи, перу. Какой хороший пёсик. Иди сюда. Иди, иди. Где мячик? Мячик, где мячик? Бурфи, сада Бурфи. Сада Бурфи. Где Бурфи? Я смотрю, в Грузии у многих очень собачки есть. Так они любят животных, как и в Турции. Иди сюда. Дай лапку. Дай лапку, дай лапку. Хороший пёсик такой. Он же не кусается? Нет. Не кусается. Это моя Ирмочка. Вы уже видели её, мы встретились. Это крёстная моей дочери. Луфи, иди сюда ко мне. Иди, 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 иди играться, иди играться, иди. У меня тоже там собачки любят. Иди сюда, иди сюда, не бойся. Знаешь, почему не подходит? Он грузинский знает, не русский. Вы представляете, собака только знает по-грузински. Посидела, поела котлеток с вкусным лобби, с орешками. С мороженым, и иду домой. Внуки ждут и мама. Ну вот, надеюсь, вам понравилось это видео сегодняшнее. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всё, наоборот, перепутала. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всё. Мы сейчас идём на море купаться. Я очень рада. Мы никогда не ходили на море. Ну не слышат тебя. Ты куда идёшь? Иди сюда. И мы сейчас идём на море. Громко. Мы сейчас идём на море, и я никогда не была на море. Да ладно, в этом году не было. Вот Ирмочка. Идём. Все с рюкзаками, полные хачапури, и всё, набрали, что можно было. Дэми, привет скажи. Привет. Проснись после прививки. Что-то у него красненькое здесь. Ну, сказали, что вроде можно. Не знаю. Ну, всё, друзья мои, идём мы с сетками на море. Вышла я в 4, чтобы думала, если вдруг час будет в дороге. Ну, 10 минут нам понадобится максимум. День такой насыщенный у меня. Такой у меня насыщенный день. И каждый день с моими внуками. Ну, вроде бы справляюсь, друзья мои. Всё приготовила заранее. Всё справилась. Совсем не знаю, как воришь, а справлюсь. Посмотрите сюда. Стой. Ой, какой красавчик. Ой, красавчик. Мы заходим в Пионерский парк. С той стороны зоопарк. С этой стороны морская академия. Вот та вот территория, где учился мой сын. Вот, видите, там кусочек покажу вам. Вот эта вся территория морской академии. А это строится какая-то гостиница. Сейчас пойдём, подойдём поближе, посмотрим. Столько ворон здесь каркают. Друзья, это знаменитый дельфинариум. Наверное, очень много лет. Да, там ходит много. Идёт представление, по-моему, три раза в сутки, три раза в день. Здесь прошло моё детство, моя юность. Стойте. Вот такое пионерское озеро у нас. Как-нибудь вечером прогуляемся, покажу вам его. С этой стороны зоопарк. Не знаю, функционирует он или нет. С этой стороны дельфинариум. Там аквариум. Здесь когда-то Светлана занималась спортом. Бегала в шесть часов. Когда училась в медицинском, по-моему, учится в школе тоже. Бегала вокруг парка. Вот так вот. Пошли мы. Хлопает ладошки, слышите? Да. Как ими. Там аква... Нет, не аквапарк, а... Посмотри, попугайчик. Боже, что там? Скажи, Бебу, что там? Там рыбки. Там рыбки, короче. Посмотри, попугайчик летит. Попугайчик летит. Да, какой красивый попугайчик. Смотрите, сколько людей возвращаются с моря. Кто-то идет на море, кто-то возвращается. Я здесь живу пять минут от моря. Я же вам говорила, как и в Мерсине. Пять-десять минут. Здесь можно и еду купить. Здесь нужны круги. Вот и туалет здесь. Там дальше и мотоциклы, велосипеды, самокаты. Покажу дальше. Тут и кафешки. Ой, как не верится. И семитики тоже продаются. Пуплики крузинские. Классно. Эти кафешки. И батыти. Качели разные. Вот мои хорошие. Вот и Борюшка. Борюшка, Борюшка. Ирбочка идет на Борюшка. Ирбочка. Ирбочка, посмотри на бабулю. Посмотри глазками своей. На бабулечку родненькая моя. Ну, тут, видите, тоже канал есть. Ну, везде каналы есть. Посмотрим, какого цвета вода. Посмотрим, какой чистоты вода. И потом все расскажу вам. Так, мои дорогие подписчики, друзья. Посмотрите, какой здесь пляж. И песочек есть, и камушки есть. Лежаки есть. Мы выйдем сейчас напрямо, господи, напротив. Вот, видите, там были юстиция. Все близко. Там ресторан Сан Ремо. Набережная, конечно, тут, видите, тоже пляж не активно. Идет в процессе стройки, наверное. Два года меня не было здесь. Посмотрим, сейчас поближе подойдем. На вкус попробую морис и расскажу вам разницу. Кстати, мой Аш Кым, Эндер, вчера сделал вторую прививку. Да, немножко себя чувствовал, неважно. Вообще, как после первой, так не прошло. Были головные боли у Озлем. Они вдвоем пошли в медикал парк с Озлем. Озлем было в окружении. Она даже вечером легла рано спать. Недомогание почувствовала. Сегодня с утра у них все нормально. Эндер едет завтра или послезавтра в деревню на Курман-Байрам. Там, значит, собирается Севги. Приезжает племянница с женихом. Моя старшая заловка. Но Озлем, естественно, не поедет. Ну вот, как-то так. Попрошу Эндера, чтобы там сделал видео. И как я только приеду, я смонтирую. Пускай хоть будет с опозданиями, но... Можно я на море пойду? Сейчас, подожди минуточку, бабуля расскажет. Пришли на море. Посмотрите, как много. Я здесь буду купаться. Тихо, тихо. Сейчас давай приготовимся. Приготовимся, бабулечка. Вот смотрите, какой здесь пляж. Камушки. Камушки. Я пошла совсем... Так, подожди. Ты как пошла уже? Подожди, сейчас мы этот... Стой. Я должна попробовать на ощупь море. Вы стойте здесь пока. А потом буду раздеваться уже. Тоже. Привет, черное море. Какое тепленькое. Вот оно и черное. Да, ну не ахти, с утра бывает чистенькое. Обалденное море, Мария. Обалденное. Только без тапочек. Без тапочек. Ну все. Пошла я переодеваться. А ты почему не идешь купаться? Посмотрите, какой купальник у нее красивый. Плохо. Пошли давай с бабулей вместе. Ты меня тоже боишься. А это старшая. Сейчас я зайду вместе с ними. Они оттуда лежат моря. К нам пришла на помощь мамочка моя. Бабуля наша. Она не видит, что я ее снимаю. А вот мои дети. Накупались. Я накупалась лучше всех. Да. И вот они кушают у меня. Хотя кольки. Вот как у меня все. Все под контролем. Мы тут водички взяли. Вот такая водичка с арбузом. Лар стоит. Обычная вода. Обычная вода. А, лимонная. Короче, набрали тут разных вод разных. По лару думаю, что так дорого. А обыкновенная вода стоит 70 копеек. Что у нас здесь? Сумочки-то. Вот такие вот фафельки. Чипсики. Ну, дети любят. И вот такие соки мы тогда что взяли. В холодильнике улежали. Ну, в общем, как-то так. Так, а где водичка моя? Обыкновенная водичка. И еще где-то четвертая зеленая была. Не знаю, куда я ее положила. А, вот, смотрите. Это обыкновенная. Обыкновенная. А, катер. Это не корабль, а катер. И вот какая-то яблочная. Вот. Представляете, столько воды набрали мы. Давай, Дэми, кушай, хочу пули. Я сейчас расскажу. Ирма пока не зашла сразу. Бабуля разговаривает. Видео снимает для наших друзей. Море. Теплое, притеплое. Ну, грязное. Грязное. Что я могу сказать? Ну, что? Что плавает? Вот такие вот щепки, щепки и так далее. Так вот они увидели в небе, что долет зимой. Посмотрите, как вы переполнены. Это не смерть с нами сравнить. Это только... Я хорошо пежала. И вот наша бабуля красотой. Мама, бабуля. Все. Загорайся. Ирма, я не хотела насильно воду заводить. Почему? Потому что, чтобы ребенок не испугался. Сам должен ребенок прийти к этому осознанно искупаться. Волосики уделяются. Бебу, тебе понравилось море? А ну, посмотри сюда. Тебе море понравилось? Тепленькое море. Будешь еще купаться? А тебе, Дэмор? Ты тоже будешь купаться? С бабулей будете купаться? А я уже чуть-чуть мокрая. Да, бабулечка. У него красная ручка. Ну, знаете, что сказали, что на море можно купаться. Поэтому все будет у нас хорошо. А эта, как купалась Мария, ныряла. Ну, рот закрывала. А можно пойти? Нет, пока нельзя пойти. Надо чуть-чуть подождать. Я покушаю вот это. Вы первый раз пришли в этом году. Что, вы знаете, ребята, если я буду купаться, то бабуля покажет, как я не знаю. Да, показала я. Все, сиди пока. Пожалуйста, я пойду. Можно я пойду? Пожалуйста. Можно поскорить это? Пожалуйста. Нет, еще 10 минут. Я считаю до сих пор. 10 минут, это 600 на раз посчитать. Умная у меня очень. Чего еще раз? Я сухая. Сок сейчас дам вам. Еще не искупалась. А тут у нас сезон Бакуна на Черном море. Но здесь, чем отличие? Средиземное море, во-первых, оно учится луна. А черное, оно наоборот затягивает на глубину и очень много течения. Я только начала плыть здесь, оказалось там. Ну ничего, справляюсь вроде бы. Наверное, и Мерсины тоже смогут одна. Когда я вот так вот посчитаю. Я считаю до сих. Мы могут до сих. Это 39 яйца. Ну пожалуйста. Я сказала еще папуле. Ну бабуля хочу показать. Ну бабуля, бабуля, рядом с бабулей, стой, но не купаться. Всем привет. Меня бабуля не пускает в море. Если завтра получится, с утра придем на чистое море. Я смотрю, какая стройка, какой красивый отель. Отсюда широтой мы видим. Куда идти? А теперь-то можно идти там? Купаться хочешь ты? Можно или нет? Подожди, пока бабуля слушает его. На дочери? Поели, попили. И немножко позагораем и пойдем гулять. Смотрите, там ребята спиртные принесли водочку, пиво. Будут пить. Здесь у нас все можно. Деткам нравится. Понравилось море? Да? Ирмочка, понравилось тебе море? Да. Ты придешь завтра на море? Да. Единственное, что немножко грязновато, и я следила каждую минуту за их ртами, чтобы они не заглотнули воду. Ну, до завтра посмотрим, что там у них. Проглотили они воду или нет, а потом будем делать выводы. Море действительно очень грязное. Мусор мы собираем сюда в пакетик. Посмотри, Катя, Катя в там. Так вам весело. Придут сегодня отключаться сразу. Придут сегодня отключаться сразу.